Люди стоят на вопрос. Какой будет тариф вывоза ТВО из МХД? Первый. Вы тариф вывоза ТВО из МХД. Теперь устанавливайте не с квадратного метра, а с человека. Тариф. Сто шестью ТКТ. И на сайте этот тариф я не могу. Пропроварительным подсчетом. Пропроварительным подсчетом. Пропроварительным подсчетом. Так, чтобы находиться ниже, чем в обороте, где-то на уровне 100, 20 рублей еще одного. 1 августа в Балакове должна была свершиться, образно говоря, революция в сфере вывоза и утилизации бытовых отходов. Во-первых, должен был измениться тариф. Во-вторых, по дворам Балакова должны были ездить новые мусоровозящие машины. В-третьих, на площадках должны были стоять новые баки. Но что-то пошло не так. Ничего этого не случилось. Накануне журналисты саратовского портала «Взгляд.Инфо» узнали, что перехода на новую систему оплаты за мусор с человека пока не будет. Большой комментарий вам. «Взгляд.Инфо» Панчин Владимирович. Хотел бы узнать вот о чем. Как вы относитесь к просьбе областной думы, чтобы к вам, чтобы по-прежнему начислялась услуга заводства КО по метру, а не по человеку, до того, как все районы вступят в договор с оператором? Прошу положительно. Положительно. То есть приняты по какой-то решению уже по его просьбе? Да. А какой, если не секрет? Уже сегодня подписали оставить прежнюю норму, что именно с квадратного метра, а тариф сегодня вечером будет обсуждать. Ага, то есть будет оставлена норма до того, как все районы заключат соглашение, правильно понимаю? Конечно. Ну там, как депутаты вышли с инициативой, так его не поддерживают. И поддерживают. Все, спасибо большое. На мой взгляд, это очень справедливое решение, которое принял губернатор о начислении тарифа, что все-таки мы вернулись к тому, чтобы тариф начислялся не от количества проживающих в квартире, а от квадратных метров. Следует отметить о том, что некоторые политические силы на этом проблемном вопросе пытались заработать баллы, собирая подписи. Опять же, подписи собирали на имя главы. Глава Балаковского муниципального района неуполномочен решать эту проблему. Эта проблема решается в области. Депутат Государственной думы Николай Панков поддержал решение Валерия Радаева сохранить систему расчета стоимости вывоза ТКО, исходя из общей площади жилого помещения. Парламентарий заявил, что при озвученных цифрах 120 рублей человека оплата увеличит расходы на вывоз мусора и прежде всего ударит по семьям. Чем больше семья, тем тяжелее будут коммунальные нагрузки. И об этом же заявляли балаковцы на встрече с представителями рекоператора. Что мусор у нас вывозится, значит непорядочно. Нам же в лицо говорят, что они починно крутили эту мусор чуть не в дворах. Куда же мы с вами, где же у нас хозяин? Не они, как хозяин, появились здесь. На той встрече в 28-й школе все балаковцы просили представителей АО управления отходами не только пересмотреть тариф, но и оставить переходный период, а также грамотно спланировать график пересменки компаний, работающих в сфере обращения с бытовыми отходами. Их поддержали и представители власти. Да, действительно, встреча получилась такая яркая, жаркая, насыщенная, но она необходима была именно для того, чтобы саратовские представители услышали мнение наших жителей. К этому вопросу подключились депутаты областной думы, депутаты государственной думы. В результате сложнейшего переговорного процесса было принято решение о переходном периоде, в рамках которого мы еще не раз вернемся и к обоснованности тарифа и к предоставлению качественной услуги. Сейчас тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов пока не утвержден. Хотя рекоператор должен был это сделать уже к 1 августа. Как-то не вышло в управление отходами въехать в наш город, в частности и в общем в Саратовскую область, на белом коне. Граждане заметили подвох и не допустили быстрой победы в маленькой войне. Посмотрим теперь, чем закончится переходный период и кто в итоге останется победителем.